Вы смотрите новости на канале РТВА. Фигурант дела об убийстве Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун высказал свою версию случившегося. Российский предприниматель, предположительно бывший сотрудник спецслужб, сегодня заявил, что Литвиненко мог погибнуть в результате несчастного случая. На пресс-конференции в Москве Ковтун сказал, что бывший чекист, получивший убежище в Великобритании, неоднократно подвергался облучению полония. Причем происходило это еще до встречи Александра Литвиненко с Ковтуном и экс-сотрудником ФСБ, главным подозреваемым по делу Андреем Луговым в лондонском отеле «Миллениум». По версии следствия, именно в ходе этой встречи гости из Москвы отравили Литвиненко радиоактивным полонием. Это доказывает полониевый след, обнаруженный во всех местах, которые посещали предполагаемые убийцы. И вот сегодня Дмитрий Ковтун высказал уверенность в том, что радиоактивный след принес с собой на встречу уже отравленный к тому времени Литвиненко. Более того, по словам Ковтуна, Литвиненко жаловался на тошноту и плохое самочувствие. В ночь с 15 на 16 его рвет, ему плохо, вызывают скорую помощь. Утром он встречается с нами, я могу себе представить, что он был весь в полонии. И после этого мы поздоровались с ним за руку и вместе пошли в офис компании «Эренис». После этого мы везде оставляли за собой следы. Поэтому версия самоубийства по неосторожности, так скажем, она имеет место быть, конечно. Ковтун также предположил, что Литвиненко работал с полонием. Мы попросили прокомментировать эти заявления Александра Гальтфарба, друга Литвиненко и свидетеля по делу. По его словам, Ковтун, цитата, говорит чепуху, поскольку либо он, либо его кураторы не удосужились прочитать стенограмму суда, из чего следует, что Литвиненко было плохо после встречи в отеле «Миллениум», а никак не до нее. И я напомню, против бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко на родине были возбуждены несколько уголовных дел. Его обвиняли в разглашении государственной тайны и государственной измене. В 2001 году он получил политическое убежище в Великобритании. На следующий год вышла написанная Литвиненко совместно с историком Юрием Фельштинским «Книга ФСБ взрывает Россию», в которой доказывалось, что теракты 1999 года были устроены с целью прихода к власти Владимира Путина. Скандал со взломом американских правительственных сайтов российскими хакерами набирает обороты. Напомню, что накануне телеканал CNN сообщил, со ссылкой на собственные источники, что киберпреступники похитили информацию о расписании президента Обамы. Непоименованные контакты CNN в спецслужбах США утверждают, за кибератакой стоят непосредственно российские власти. В Вашингтоне говорят, что никакой секретной информации хакерам получить не удалось. Сегодня ситуацию со взломом прокомментировали официальные представители как американских, так и российских властей. «Наша секретная информация надежно защищена очень прочной системой безопасности. Мы не раскрываем, из какой страны исходили атаки, поскольку мы с ними боремся постоянно, откуда бы они ни были. Всегда есть какие-то уязвимые участки, и мы над этим работаем. Поэтому и существует информация, которая засекречена особо». Мы знаем, что это уже превратилось в вид спорта, во всем обвинять Россию. Но главное, чтобы в реке Потомок не искали российские подводные лодки, как это уже было в некоторых странах. Нам, естественно, из Белого дома была бы интересная информация о готовности сотрудничать в решении весьма актуальных кризисных ситуаций в мире. В Тель-Авиве открылось автомобильное шоу «Автомотор-2015». Израильтяне получили возможность увидеть последние новинки автомобильного рынка от ведущих мировых производителей. Выставка проходит уже 27-й год подряд, однако в этот раз особенность экспозиции в том, что на ней впервые представлены дорогостоящие автомобили класса «Суперкарс», приобрести которые в Израиле могут единицы. Подробности в репортаже Александра Дашкова. Имена таких мировых брендов, как Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, Land Rover и Aston Martin для многих израильтян на слуху, но не на виду. Ведь встретить на дорогах в еврейском государстве такие машины – большая редкость. Поэтому в залах, где представлены модели премиум-класса, в дни пасхальных каникул не протолкнулся. Автомобилей марки Ferrari в Израиле всего около 50. Цена на них колеблется от 500 тысяч до 3 миллионов долларов. Например, эта модель «Калифорния» считается одной из дешевых. Всего полмиллиона. Шесть передач, корпус из алюминия, двигатель 590 лошадиных сил. Всего за три секунды после старта стрелка спидометра достигает сотни, а максимальная скорость – 315 км в час. Проблема в том, что у нас в стране нет гоночных трасс. Однако водить Ferrari качество наших дорог все же позволяет. В Израиле даже существует клуб владельцев Ferrari, которые раз в месяц проводят у нас автопробеги. Впрочем, для того, чтобы почувствовать прелесть вождения дорогого автомобиля, не обязательно выезжать на скоростное шоссе. Эти внедорожники вполне подходят для отдыха на природе. Новинки сезона в Израиле – семиместный Land Rover Discovery Sport. Цена от 100 тысяч долларов и выше. А также Range Rover за 370 тысяч долларов. Автомобили как для семейного времяпрепровождения, так и для езды по пересеченной местности. Машины снабжены особыми фильтрами DPF, снижающими выброс вредных газов в атмосферу. Наш бренд ассоциируется с приключениями и аристократическими традициями, с тем, что принято называть «старыми деньгами». Так что интерес публики понятен. А вот эти автомобили компании Эстон Мартин у многих ассоциируются с фильмами про Джеймса Бонда. В Израиле они поступят в продажу только в следующем месяце, когда компания впервые откроет здесь свое представительство. Цена таких машин ручной сборки – около 350 тысяч долларов. В Израиле есть люди, которые покупают такие машины, и мы должны быть им благодарны. Во-первых, потому что благодаря им мы можем увидеть автомобили класса суперкарс на дорогах страны. Во-вторых, потому что владельцы этих шикарных машин, как правило, дают работу тысячам израильтян. Спасибо им за это. Впрочем, столь высокая цена во многом объясняется еще и немалым налогом на покупку автомобилей в Израиле. Для машин премиум-класса сегодня он составляет 100%. Налог, к слову, увеличили совсем недавно в Кнессете с целью добиться социальной справедливости. Однако те, кто мог и раньше позволить себе такие авто, налога не испугались. А вот для большинства израильтян приобретение таких машин и далее будет оставаться несбыточной мечтой. Остается лишь тешить себя мыслью, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Кроме того, неважно, какая у вас машина, дорогая или дешевая, в час пик вы все равно будете стоять в пробке. Такова жизнь. Александр Дашков, Владимир Саминский, Ефим Кучук, РТВА и Тель-Авив. Ким Кардашьян прилетела в Армению. Вместе со звездой реалити-шоу в Ереван прибыл ее муж-музыкант Кенни Уэст, дочка Нурт, а также родные и сводные сестры. В аэропорту семейство встречали толпы поклонников и журналистов. Все 8 дней пребывания Ким в Армении планируется показать в реалити-шоу семейства Кардашьян. Однако для Кима и ее родственников также запланирована обширная программа «Вне камер». Организаторы визита считают его семейным паломничеством на родину предков. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok